В одном из самых громких процессов последнего времени Олег Митваль признан виновным в мошенничестве по делу о строительстве Красноярского метро. Сумма, которую незаконно получила его компания за проектирование подземки, рекордная, почти миллиард рублей. В деле оказались замешаны и высокопоставленные чиновники краевого правительства, на которых Митваль дал показания. За процессом следила Софья Толстопятова. Здравствуйте, добрый день. Не имею права, к сожалению, общаться. В зал суда Олег Митваль заходит в окружении двух адвокатов. На вопросы журналистов не отвечает. Видимо, таковы условия соглашения. Сразу после протокольной части просит о закрытом процессе. Я просил бы, ваше честь, перевести судебное свидание в закрытый режим. В связи с тем, что я крайне беспокоюсь за ситуацию с моей женой. Обрывисто и нервно Митваль рассказывает, за время ареста на жену дважды покушались. После первого раза супруга оказалась в инвалидном кресле. Упоминает, что старшая дочь сейчас находится за пределами России под защитой Интерпола. Судья отказывает Митвалью в ходатайстве. События не относятся к делу. В итоге прокуратура запрашивает почти пять лет реального срока. Назначить ему наказание в виде четырех лет, девяти месяцев, лишения свободы. Со штрафом 400 тысяч рублей. С отбыванием основного наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Митваль обвиняют по 159-й статье УК РФ о мошенничестве. По материалам дела, компания «Красноярск ТИСИС», где он является председателем Совета директоров, заключила госконтракт почти на миллиард рублей. ТРЕСС должен был доработать проект метро. Вместо этого только создавал видимость. Вместе с соучастниками Олег Митваль забрал деньги себе. Свою вину полностью признает, но на суде несколько раз акцентирует. Помогал следствию. В том числе он дал показания на других фигурантов дела. Я хочу напомнить, что все эти три уголовных дела выделены из моего уголовного дела. В первые дни после задержания, это 8 июня 2022 года, Митваль пошел на сделку со следствием. Дал показания против теперь уже чиновников с приставкой «Экс». Председателя правительства края Юрия Лапшина, руководителя краевого транспортного управления Константина Мандрова и министра транспорта края Константина Димитрова. Вопрос. Чиновник красноярского края, красноярец, не москвич, Димитров, у него, извините меня, 3 года 2 месяца, то есть на 2 года. А кто-нибудь спросил про ущерб? В списке замешанных по делу о красноярском метро Митваль единственный не красноярец. В прошлом он префект, то есть глава Северного округа Москвы и бывший замруководителя Росприроднадзора. С Красноярском связан должностью в Совете директоров ТИСИЗ. Послужной список, соглашения со следствием и семейные обстоятельства защита Митваль пытается использовать в качестве смягчающих обстоятельств и даже просит отложить вынесение приговора. Речь идет о 5 годах моей жизни. Я хотел написать свой пенсис и своего выступления. В переносе судебного заседания подсудимому тоже отказано. Своё финальное слово Митваль начинает вновь, напоминая семье. У меня мать 86 лет, лежачая инвалид старой группы. Она больше меня не видела. Я буду надеяться, что я её увижу. Но дочка 8 лет, конечно, я думаю, что меня дождется. Олега Митвалья приговорили к 4 годам и 6 месяцам лишения свободы. Максимальный срок по статье 5 лет. Митваль, приговор понятен? Да, понятен. Под стражу его взяли в зале суда. А из-под домашнего ареста отправляется обратно в СИЗО. Митваль стал вторым, но не последним приговоренным по делу о Красноярском метро. В колонии уже находится Константин Димитров. А 29 сентября начнется процесс Юрия Лапшина. Софья Толстопятова, Дмитрий Кочетков. Новости Прима. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok